Добрый вечер, это программа Макеева. Слово этой недели точно, а может быть и слово всего года, определенно тетушки. Находятся еще в нашей стране несознательные люди, которые не в курсе, которые переспрашивают, не понимающие, какие еще такие тетушки. На Украине в курсе все, и последнюю неделю это слово с трибун повторяется чаще, чем «Еть», «Янукович» и «Европа». Более того, на этой неделе слово «тетушки» удостоилось отдельной статьи в Википедии. Правда, страница почему-то предлагается к удалению, но тем не менее, слово «тетушки» в Википедии объясняет так. Это незаконные формирования или боевые отряды наемников-провокаторов, спортивного телосложения, полукриминальных элементов, гопников, которые используются для запугивания, избиения и разгона демонстраций для нападения на представителей СМИ. Это довольно исчерпывающая характеристика, но для наглядности давайте посмотрим, как все это происходит. Сначала вот так, место действия Киев, Мариинский парк. Киев, Мариинский парк. Ну и потом, когда «тетушки» уже собрались вместе, построили, сгруппировали, события могут развиваться вот так. Киев, Мариинский парк. Киев, Мариинский парк. Город Белая Церковь находится в 80 километрах к югу от Киева Здесь когда-то жили и работали писатели Паустовский и Шалом Алейхим Именно здесь находится знаменитый на всю Украину парковый комплекс Александрия Но особое внимание в городе всегда уделяли спорту Именно здесь родился и вырос спортсмен и новая медиа-икона Украины Вадим Тетушка Впрочем, в историю он мог бы войти просто как спортсмен Ну если бы отказался от халтуры 18 мая этого года От Вадима или Вадика Румына, как его еще называют, по его версии ничего особенного не требовалось Просто надо было приехать на митинг в Киев и похоронять толпу демонстрантов Для спортсменов это обычная история На Украине их часто нанимают на разовые мероприятия в качестве чоповцев Ну почему бы не съездить в столицу вместе с друзьями, работа не пыльная, платит нормально За час на наши деньги около 1000 рублей Но в тот же день в Киеве проходила акция оппозиционеров «Вставай Украина» И что-то пошло не так на Житомирской улице Именно там встретились спортсмены, оппозиционеры и журналисты Больше всего досталось именно репортерам Пострадали фотокоры здания «Коммерсант Украина» Владислав Содель и корреспондент «Украинского пятого канала» Ольга Снецовчук У девушки была разбита губа, на руках синяки, разбит телефон Содель отделался мелкими лушевыми Журналисты сказали, что они просто снимали, как на оппозиционеров напала толпа молодых спортивных парней На видеокадрах, которые в тот же день обошли все украинские СМИ Видно, что самым агрессивным был именно Тетушка Кандидат в мастера спорта, студент Национального аграрного университета Стал знаменит на всю страну Вадим записал видеообращение, где попытался изложить свою версию событий и выложил его в сеть В нашу сторону полетели бутылки, просто непонятно зачем и почему Как бы там какие-то камни, даже там вот с мной шел какой-то товарищ У него такая вот каменюка нормальных размеров попала в рудину Чем не наша Света из Иванова? Мы стали более и лучше одеваться, и не было того, что сейчас Аналогия, конечно, условная, учитывая, что Света из Иванова никого не била В отличие, конечно, от Тетушка Вы уже поняли, что украинцы очень болезненно относятся к таким проявлениям агрессии И тогда, в мае, через несколько дней после драки, на митинге перед зданием кабинета министров Стали собираться люди с требованием к правительству вмешаться в дело Видимо, кто-то все-таки вмешался, потому что Тетушка довольно скоро предстал перед судом Который вынес ему наказание Три года тюрьмы, правда, с отсрочкой на два года Если в течение этих двух лет Тетушка не совершит никаких правонарушений То есть сидеть в тюрьме ему не придется Сейчас Тетушка продолжает учиться на юриста и заниматься спортом А его защитники говорят, что молодой человек уже очень скоро порадует всех украинских телезрителей И, возможно, все-таки повторит успех Света из Иванова Подарок заключался в том, что Вадим Тетушка Он сейчас действительно оформлен официально журналистом В качестве репортера на одной из студий TV-продакшн Студия называется «Диалог», который занимается исправлением программ Действительно, под него уже сделан фактически формат передачи Это будет спортивного направления Который он будет вести в роли и как участника с этой стороны Как ведущего А то есть там специально подобран Тетушки уже живут сами, своей жизнью Независимо от их родоначальника Которому, кстати, очень не нравится, что его имя стало нарицательным Более того, общественный защитник Тетушка заявила мне, что он готов судиться Со всеми, и со СМИ, и с политиками Которые упоминают его имя в СУИ и с маленькой буквы Ох, упоминают в СУИ и с маленькой буквы все подряд Моя коллега Альбина Кириллова побеседовала сегодня с теми, кого называют тетушками У Верховной Рады, где проходил санкционированный митинг партии регионов Очень познавательная вышла беседа Ребят, простите, пожалуйста, вы на митинг пришли? Да А в поддержку кого? Никого А? Януковича Януковича? А скажите, пожалуйста, тут такие слухи ходят, что за это платят деньги? Да нет А почему вы пришли поддержать Януковича? Почему он вам нравится? Ну, не знаю Мы против Евросоюза Приехали? Против Евросоюза? Нет, почему? А там нет, что делать А там нет, что делать А вы против Евросоюза? Конечно Сто процентов Вы скажите, зачем вы приехали? Да я тут вообще по делам По каким делам? А почему вы здесь? Скажите, пожалуйста, почему вы здесь? Я гуляю воздухом, дышу А? Почему вы гуляете на митинге в поддержку Януковича? Здрасте Мой московский телеканал Можно спросить, почему вы здесь? Ну... Вот Он приехал ко мне в гости, а я работаю здесь А вы кем здесь работаете? Я пришел за Януковича носовать А это у вас работа такая? Ну, как работа, да А что делать? А вообще, зачем сюда пришли? Поддержать нашего президента Поддержать президента нашего Как? Как? Своим голосом Вы против Евросоюза? Мы за, но и не против Что вы тут делаете? Да просто стоим, голосуем За кого голосуем? Не за кого Так, просто стоим А понятно, откуда вы? Мы с Херсона А как приехали сюда? За автобусом Ребят, привет из Москвы А мы из Киева А мы из Киева Привет Привет Скажите, а что вы здесь делаете? А мы тоже пришли посмотреть, как и вы Посмотреть пришли Да? Мы просто друзья Только созвонились А? На вас посмотреть На вас посмотреть Так вы откуда? Мы? Так же самое, как и вы С России Да? В Белгороде мы В Белгороде Что, не узнаете своих, что ли? Ну как, я хочу жить хорошо Все хотят, а я хочу Почему и можно, а мне нельзя А вы против Евросоюза? Нет, я только за автобусом Для себя и для своих детей Для всех остальных А так это же, я так понимаю Митинг в поддержку партии регионов А они? Не идет, но и так пойдет Я не хочу этого Мне оно не надо Евросоюз не хотите? Не надо, нет Не хотите Евросоюз? Не хочу Мы пришли сюда поддержать нашего президента А откуда вы приехали? Мы местные с Киева Извините, пожалуйста Можно российское телевидение? Можно пару вопросов? Скажите, почему вы здесь? Прогласно, будет разговор Простите, ну хотя бы скажите, откуда вы? Молодой человек, не скажете? С Одессы А? С Одессы Откуда? Из Одессы? А как вы сюда приехали? На чем? На автобусе А? На автобусе А почему вы здесь? Почему сюда приехали? На автобусе в четверг? Как? На митинг? За идею? Откуда вы приехали? С Киева Да? Откуда вы знали про митинг? Я за идею Я стою, чтобы позиционеры против Ну, я против них Почему? Ну, потому что Украина свободная страна Я за Януковича А в чем выражается свобода у Януковича? Ну, в том, что Ну, мы вошли в ЕС И все остальное Подождите, ЕС Это как раз вот оппозиция стоит за то, чтобы вы вошли в ЕС А Янукович как раз за союз Они против Януковича Ну как? Как можно быть против своего президента? Вы считаете, вам нужен Евросоюз или нет? Да, конечно Для нас будет выгоднее и газ И намного больше будет выгоднее для экономики Украины А вы знаете, что Янукович не подписал евроинтеграцию для того, чтобы выступили в Евросоюз, поэтому люди вышли на площадь? Нет, не знаю Я приехал из города-героя Севастополя Города русской славы Классно И на чем вы приехали? Мы приехали на автобусе Ага, а для чего? Как для чего? Отстоять мнение нашего президента Отстоять позицию нашего президента Мы тут стоим за деньги, нам холодно и ужасно И поэтому Вот Не желаем Сколько денег там платят? Мы еще пока не знаем К сожалению Против Евросоюза? Да, вы знаете, я просто жил бы в Евросоюзе, но не в Украине Как впечатление? И что-то все это так напоминает, нет? Митинги сразу после думских выборов 2011 года это напоминает Где в честь победы Единой России отжигали тогда молодые люди в спортивных костюмах И иногда это были костюмы от Боска Ну, своих-то мы уже досконально изучили, знаем Мы опять же сериалы смотрели Реальные пацаны Даешь молодежь Это мы все слышали Сленг пацанчиков на районе тоже уже выучили Но теперь новые пацаны пришли Украинские со своим, надо полагать, сленгом И хотя в широком смысле слова Гопники это, конечно, интернациональные явления Предполагаю, что в украинском варианте должны быть какие-то отличия Тем более, что именно в этой стране Само явление, как мы наблюдаем, вышло за рамки чисто социального И превратилось в мощное, политическое Впрочем, сколько не называли гопником Януковича и его политические противники Прошлые выборы он выиграл И, возможно, выиграл как раз не вопреки, а благодаря тому, что соблюдал этот неповторимый стиль И вот по случаю рейтинг самых выдающихся, не то что гопников, самых реальных пацанов Украины Лучшая пятерка, дивитесь Доллары? Ну, это мое прозвище Меня так все знают Саша Доллар Что у вас на зубах? Выкравированы денежные знаки Доллары? Доллары Ага С каким президентом? Ну, в смысле, с каким? Купюра там какая-то Виктор Федорович Наш президент Саша, чему ты так радуешься? А вдруг ты попадешь в категорию к соседову? Да не вопрос, к любую категорию я готов попасть Как ты обоснуешь это на автомойке? Да я обосную в любом наборе, потому что я с Донецка Скажите, в чем это несоответствие? В чем секрет успеха? Почему в стране плохо? А у вас все так хорошо? Спасибо Спасибо Я вам скажу То, что вы так бурно развиваете Меня это абсолютно мало интересует И обсуждаете все время тему моей семьи Я вам хочу сказать, что я вам не завидую Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok